Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осетская, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодня в кадре у меня носочная пряжа, а это потому, что у нас с 1 мая начинается наш проект, который организовывает Анна Плазняк, называется он «Носочная дюжина 2». Второй сезон начинается с 1 мая, вернее нет, с сегодняшнего дня, сегодня 29 апреля, сегодня 29 апреля и завтра 30 апреля мы снимаем вступительные видео. Все участницы должны выпустить видео вступления. Всего будет у нас 14 видео. Первое вступление 29 по 31 мая, подведение итогов, отчёты, а каждый понедельник, среду, пятницу у нас будет видео, в котором мы, вернее, каждый понедельник, среду, пятницу мы начинаем носочки. Вторник, четверг, суббота мы вяжем, снимаем видео и выкладываем на канал. То есть вторник, четверг, суббота у нас видео должно быть на канале. Да, ещё забыла сказать, что видео, основная площадка – это Дзен, у кого есть и Ютуб, и Дзен. И в этом году Аня решила попробовать, мы будем в этом году общаться в Телеграм-канале, у нас в чат, Телеграм-канале. Так, и количество участниц, я думаю, ещё, я не буду озвучивать, какое количество участниц на данный момент, потому что, может быть, кто-то присоединится, а список всех участниц нашего проекта будет под видео, поэтому проходите, смотрите и пишите комментарии, подписывайтесь к нам на каналы, поддерживайте нас. И это очень интересный, интересный проект. И вот я с удовольствием в прошлом году участвовала, в этом году буду участвовать, я его очень ждала, мне очень понравилось. Такой достаточно, знаете, вот стимулирующий, меня очень стимулирует вот этот проект, и хочется побольше сделать, и интересно смотреть, как девочки продвигают свои работы, вообще просто замечательно. Ну и давайте я расскажу, что же я сегодня приготовила. Я не знаю, уйдёт ли у меня вся эта пряжа, может быть, что-то ещё добавлю, но это основная пряжа, которую я хочу взять в этот проект. Ещё забыла сказать о том, что Аня разрешила рассказывать о носочках, которые мы вяжем в другом проекте. Я участвую ещё в носочном календаре 2024, который организовала Галина с канала «Вязание на перемене». И завтра будет задание на май месяц. Каждый последний день месяца у нас уходит задание. Какое задание будет, я не знаю. Если задание будет, и какая-то пряжа из того, что я приготовила сегодня, подойдёт, значит, я буду вязать из этой пряжи. Если какая-то другая пряжа будет необходима, то я эту пряжу введу, но я просто не знаю, что будет нужно. Но давайте я расскажу сначала об этой пряже, о том, что я приготовила, что я планирую повязать. Вот эти две ниточки – это Alize Superwash Artisan и Alize Superwash Comfort Sox. Обе ниточки – это классическая носочная нитка, 420 метров 100 граммах, 75% шерсть, 25% полиамид. Цвет и тот, и другой номер 432. Только, но всё-таки мне кажется, что Artisan, она немножко помягче, но она, мне кажется, чуть-чуть более колкой, что ли. Но она, вот на мой взгляд, она помягче. В любом случае, это будут две пары носочков, которые я очень хочу подарить. В прошлом году я вязала носочки в подарок, но так получилось, что я их не подарила. Они у меня лежат в коробке, и они в этом году уйдут на благотворительность. А вот эти я буду вязать для подарка. Следующие три моточка. Я их приготовила по одному, просто показать цвет пряжи. Буду вязать для наших ребят. Это Alize Wall Time. Тоже классическая пряжа, но здесь в 100 граммах 200 метров. Это цвет 274. Вот такой красивый оливковый цвет. Я уже вязала носочки. У меня пошло вот от двух моточков. Я вязала носки, но я вяжу высокий поголенок. У меня остались вот такие вот два. Вокруг телечка. Так, дальше вот этот цвет. 873. И этот цвет 240. Вот такие три цвета пряжи я приготовила, чтобы вязать нашим ребятам. Далее я очень хочу извязать пряжу, которая у меня осталась от вязания носков. Я вязала носки с... Сейчас. Я вязала носки четырьмя цветами. Это красный меланж. Это светлая сирень. Это цвет называется шторм. И этот цвет называется светлая джинса. Пряжа носочная от пехорки. 100 граммах 200 метров. 50% шерсть, 50% акрил. Вязала носочки хеликсом из четырёх цветов. Вот у меня было четыре моточка таких. Две пары носочков я связала. С удовольствием ношу дома. Одну пару я вязала для себя. С удовольствием ношу дома. А одна пара у меня лежит, пойдёт в благотворительность. И ещё вот такая есть. Это тёмная джинса. У меня было таких 10 мотков. Я вязала нашим ребятам. Вот я хочу довязать. И связать в ноль вот эти вот остатки этой пряжи носочной. Дальше у меня ещё есть остатки вот такой пряжи. Тоже я вязала. Ой, знаете что? Я, наверное, вот эту пряжу уберу, чтобы она нам не мешала. Остатки этой пряжи, она называется экспериментальная. Пряжа Камтыковская. Триста тридцать метров в ста граммах. Нет. Триста метров в ста граммах. Пятьдесят процентов шерсть, пятьдесят процентов акрил. Вязала носочки для наших ребят. И в подмуд брала вот такую пряжу. Это Рассказовская у козы. Вот у меня осталось, я не знаю, сколько здесь носочка выйдет, но одна пара точно, может быть, две пары получится. Если будет две пары, это будет замечательно. Буду вязать вот из этой пряжи вот так вот. Так, убираю эти остатки. У меня остатков немного, я их стараюсь все вывязать, но остатки есть. Дальше у меня, я сейчас расскажу про все остатки, а потом буду еще покажу то, что я хочу, то, что я приготовила еще повязать. У меня есть вот такой, вот такие остаточки. Это Газал Хэппи Фит. Я вязала себе носки. Вот из этой пряжи, из остатков я связала носочки детские. У меня вот осталось немножко еще. И вот эти два, четыре моточка, я их хочу связать тоже детские носочки. Либо вот так будет, либо я соединю, не знаю. Но это вот пойдут на детские носочки остатки. Дальше у меня есть вот такая пряжа. Это Карелия. Ой, нет. Вот это Карелия. Карелия Астра. Это 75% шерсть, 25% нейлон. В 100 граммах 400 метров. Вязала носочки в этом году, в январе. Называются они Байкал. Вязала носочки в проекте «Носочный календарь 2024». Для себя очень мне нравятся. Очень комфортные, тоненькие, получается замечательные. Вот это здесь, по-моему, грамм 45 или 40 или 45 грамм. Но вот такой остаточек тоже с чем-то можно скомбинировать. С той же, допустим, Ализе. Вот посмотрите, да? Супер-рош. Артисан просто будет замечательно смотреться. Это у меня пряжа. Тоже я вязала носки. Пряжа называется «Водопад». Вот такой остаточек. Мне он очень нравится. Тоже с чем-то скомбинировать, с какой-то ниточкой, можно и получиться носочки. Здесь тоже, по-моему, грамм 35-40 есть. Вот я, честно говоря, не очень помню, сколько грамм. Но вот что-то небольшое количество этой пряжи есть. Это носочки. Я вязала в этом году в подарок «Фэмили Лу». Носочки. Вот остатки. Это «Ернарт Леди Ярн». Не «Ернарт», а «Леди Ярн». Вот такие вот остались. Четыре моточка. Вот такие два цвета. Я думаю, их тоже можно скомбинировать. И тоже получатся носочки. Далее все остальное, то, что я сейчас покажу, это пряжа «Ализе» «Супер Вош Комфорт Сокс». Вот эта пряжа я вязала носочки в этом году «Фэмили Лу». Две пары. Вернее, три пары. Папе, маме, ребенку. И еще я вязала носочки внуку своей коллеге. То есть, четыре пары носочков я из этого связала. Вот осталось. Я думаю, что это тоже хватит. Ну, на одну пару обязательно. Ну, и вот такой моточек небольшой остался. Тоже на что-то пойдет. Вот. Дальше у меня есть вот такая пряжа. Называется она... Этикетку я потеряла, но я записала, что это такое. «Ангора Кролик». В 100 граммах 500 метров. 40% Кролик, 10% Махир, 50% Акрил. Честно говоря, это пряжа от «Колор Сити». Я глубоко сомневаюсь, что такой состав, потому что я поджигала. И вот он, видите, какой кончик. Прям жесткий-жесткий такой акрил. Ну, написал производитель так. Будем считать, что это так. И вот такая пряжа «Хросбрид Бразилия». Это от «Пихорки». Тоже 500 метров в 100 граммах. Очень красивый такой цвет. Малиновый 439. А здесь 50% шерсть, 50% Акрил. Вязала детские носочки. Еще хочу вот так соединить и тоже повязать детские носочки. И еще ниточку покажу. Ну, совершенно неожиданно в этом году мне моя подруга подарила пряжу. Обычно пряжу дарю я ей. В этом году они были, с мужем отмечали юбилей совместной жизни. Ездили на Северный Кавказ. Она говорит, знаешь, я увидала пряжу и решила, что тебе обязательно ее надо подарить, купить. Ну, и я ей очень благодарна за это. Вот такая, вот таких два кейка. Здесь полкилограмма. Пряжа кавказская. Но я думаю, что здесь, наверное, видите, она вот меланжевая. Вот эта вот светлая ниточка. Очевидно, какая-то шерсть овцы, наверное. Или... Так, пахнет одинаково. Что вот это козий пух, что вот здесь. Я думаю, что здесь натуральная ниточка есть. Вот эта голубая, это, наверное, акрил какой-то. А вот светлая, это, наверное, все-таки натуральная ниточка. Но я решила, что я соединю вот с этой козьим пухом и тоже повяжу носочки для благотворительности. Собственно, все, что я буду вязать в этот раз, это будет все для благотворительности, кроме двух пар носков, которые я хочу подарить на Новый год. Ну, вот, наверное, пока и все. Больше я никакой пряжи показывать не буду. Я считаю, что здесь достаточно много. Хочу обязательно каждую неделю будет у меня детская пара носочков. И хочу еще немножко связать следочков. Не знаю, как получится, если у меня... Я еще повяжу следочки. Что касается первого старта. Первый старт у нас будет 1 мая. Но я уже говорила, что я участвую еще в проекте «Носочный календарь 2024». А завтра, 30-го числа, будет задание на следующий месяц, на май месяц. И я не знаю, какое будет задание. Я либо из этой пряжи буду вязать, либо введу новую пряжу послезавтра, в 1-го числа. Я об этом расскажу. Ну, а сейчас, наверное, я думаю, что здесь достаточно пряжи для стартов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 стартов. Даже 10 стартов я вам показала. Ну, 2, я думаю, что 2 оставим на запас. Так что вот из этой пряжи буду вязать. Надеюсь, что свяжу быстро. А я еще должна была рассказать про спицы. Спицы у меня достаточно много. Я буду вязать спицами 2,5. К сожалению, я их сейчас не приготовила. Но у меня спицы 2,5-3,5. Тройка. Вот что касается вот этой пряжи артисан. Я буду вязать, наверное, на спицах 3,5, либо 3,25. А вот эту пряжу артисан я буду вязать спицами 2,5. У меня их, наверное, пар 4 или 5, 2,5. А вот эту пряжу я думаю, что на тройке, может быть, на тройке с половиной буду вязать. Ну, в общем, у меня спиц достаточное количество. И недостатков я надеюсь, что у них не будет. Я буду про спицы рассказывать уже тогда, когда буду стартовать. Сейчас, к сожалению, я их не приготовила. Ну, вот так. Такое у меня упущение. Я надеюсь, что это не будет очень страшно. Но главное, что я показала пряжу. На этом я хочу закончить свой рассказ о том, из чего я буду вязать за пряжи. И пожелать всем девочкам, участницам нашего совместного проекта, чтобы связались носочки в большом количестве. В прошлом году девочки даже вязали, по-моему, что-то порядка... У кого-то что-то было больше 30 пар носков связано. Вообще, я иногда смотрю и думаю, я не знаю, сколько рук у этих людей и сколько часов времени в сутках вяжут с такой скоростью, такое количество, что просто низкий поклон этим девочкам. Всем участницам желаю успешно стартовать, навязать всё, что задумано, связать и получить от этого массу-массу удовольствия. Всем желаю хорошей погоды, чтобы май нас радовал. Успехов, благополучия, здоровья и мира. До новых встреч. Всем пока-пока.